Кто был первым чемпионом мира? Кто помнит? Каспаров. О, ничего себе Каспаров. Каспаров в 1963 году родился, а чемпионом мира был в 1886 году. Кто был первым чемпионом мира? Да Каспаров в 1963 году родился, ну что? В 1963 году родился, а первый чемпионом мира был в 1866, но сто лет раньше. Первым чемпионом был Вильгельм Стейнис. Первый чемпион мира, считается, что он из Австрии. Первый чемпионом мира был Эммануэль Ласкер. Эммануэль, а фамилия Ласкер. Эммануэль Ласкер был 27 лет чемпионом мира. Он стал чемпионом мира, выиграл Ласкера в 1894 году. А потерял звание проигранку по благо. Это еще 21-м. Получается, 27 лет он был. Но не подумайте, что он в средние годы был такой непобедимым. Зачем он не был непобедимым, а он просто... Тогда не было строгой системы первенства мира. И чемпион мира был как раз когда хотел, с кем хотел. Требу было обеспечить определенный денежный фонд. И мог сказать, что нужно было 10 тысяч долларов. Для того времени очень большие деньги. Какой-то претендент должен был собрать такие деньги. Сам он собрать не мог. Значит, общество должно было его поддержать. Считать, что он заслуживает того, чтобы сыграть матч с Ласкером. Ну, в данном случае, с Ласкером. И деньги со стенниц, вернее. И набрать деньги. Нет, с Ласкером. Но Ласкер поэтому играл 20 лет. Что он не сыграл с некоторыми сильнейших шахматистами, которые были в какие-то моменты очень сильные. А он генерировал их. И там играл, допустим, лет через десять. Когда его остановивали. Тогда он нахожусь был. Третий чемпион мира был Павлан. Ну, так пишется. Как говорится, как смешется, так пишется. Так. По Кубу. По. А ты спрашиваешь, что Копову, где он собирается писать? Ла. Ну. Так. Значит, он был третий чемпион мира. Это был первый. Второй. Третий. Я, конечно, писать не буду. Потому что... А откуда? Значит, Копову Кубу, он был третий сам из Куба. Он с тринадцати лет стал чемпионом Куба. Уже показал, что он может бороться на крупных турнирах. И, где до семнадцати, восемнадцать лет, он уже был один сильнейший шахматистой мира. Ласкарь. Ласкарь долго сопротивлялся играть с Копову Куба. Но потом уже общественность мировая на него добила, добила. Наконец-то матч состоялся. И Ласкарь легко обыграл. Он... Вот в моей книжке, которая вот есть у девочки. Вот. Все чемпионы мира приведены. Все таблицы приведены. И... Все лучшие партии чемпионов мира приведены. И... Там видно из таблицы, что... Ласкарь выиграл... Копову Куба выиграл Ласкара. Видите, тут написано. Четыре партии выиграл, ни одна не проиграла. Десять игрок. То есть он практически разгромил его. Ну, Ласкарь уже был старенький для шахмат. Ну и Копову Куба проиграл. Тоже продержался шесть лет и потом проиграл. Кому проиграл Копов Ласкарь? Карпов. О, опять все Карпов называют. Карпов родился в шесть... Э... Э... Каспаров там вообще родился. Капов Ласкарь стал чемпионом мира в 1921-м. Каспар. Капов Ласкарь. Кого проиграл? Каспаров. А Каспаров еще моложе Карповова. Он родился в 63-м году. А это 1921-й год. Капов Ласкарь стал чемпионом мира. Э... Дальше... В... Э... Значит, он... Капаулка брал Олехи в 1927 году. Значит, он стал четвертым чемпионом мира, который был в Капаулке. Четвертым был Олехи. Третьим Капаулаком. Значит, третьим был Капаулаком, четвертым стал Олехи, который был в Капаулке. Потом, кто был пятый? Каспар. Да какой Каспар? Да, в Каспаре еще далеко и далеко. Тут еще пройдет полвека, как минимум, в Каспаре. Значит, потом был чемпионом мира из Голландии, Макс Эйби. Секунду, повторите, но это был четвертый в Капе. Четвертый стал Олехи. Александр Олехин в России. Это первый, кстати, российский и русский чемпион мира. Потому что первые четвери не были. Он, правда, когда стал чемпионом мира, он уже не жил в России, он жил во Франции. Но, тем не менее, он из России. А первые четверо не были россияне. Стеннис, Ласков и Капабланка не были. Значит, Олехи первый чемпион мира, не первый чемпион мира россияне. Но у него был неудачный год, и он проиграл матч. Кому? Каспару. Каспару был тринадцатый чемпион мира. Тринадцатый? Тринадцатый. А у нас пока Олехи только четвертый. Так что Каспару еще очень далеко. Каспару, как ты знаешь, выиграл Каспару. Еще четыре, я помню. Еще не четыре, еще на выбор. Девять. Значит, короче говоря, Олехи уступил на год Эйве. Макс Эйве. Макс Эйве, а? Макс Эйве он уступил один год. Он проиграл ему матч. А потом через год выиграл матч Иванша. Кто выиграл сейчас? Нет. Значит, пятым чемпионом мира стал Эйве. Макс Эйве. Макс Эйве, Голландия, Голландия. Он проиграл матч у Олехина. Но он проиграл слабее. Просто Олехи был в очень плохой форме. И у него там были всякие проблемы жизненные. Немножко пинг. Что для шахмат не очень полезно. И он проиграл Олехину. А проиграл Эйве. И решил создать чемпионом. Но через год он легко состоялся матч Иванш. И Олехин вернул себе звание. И он стал шестым Олехин, да? Нет, нет. Но он по-прежнему стал Олехином. Он не называется шестым. Он пока рано четвертый. Четвертый просто выбрал себе звание. Вот. А Эйве был пятым. А в каком году он победил? А? В каком году Эйве победил? Эйве победил, значит, в 1935 году. А в 1937 году Макс Иванша Эйве вернул его звание. И Олехин снова стал чемпионом мира. Значит, четвертым. И произошло событие. Единственное, что произошло, когда чемпион мира умер непобежденным. То есть Олехин в 1946 году. Это первый случай? Первый случай и последний до сих пор. Когда чемпион мира проиграл, никто его не обыграл. Решили провести матч турнир с пяти сильнейших шахматистов мира. В этом турнире победитель стал шестым чемпионом мира. Кто это? На Б как-то. Да, кто это на Б? Бетховен. Батя или Бетховен, да. Батя или Бетховен. Кто-нибудь шестым чемпионом мира стал и первым, кстати, советским чемпионом мира из нашей страны. Ну, Олехин был россиянен, но был еще до того он родился, до образования СССР. А первым советским чемпионом мира из шестого просчета стал Михаил Батвеник. Могу не писать. Батвинник. Итого Батвеник, шестой чемпион мира. Выиграл матч турнир в сорок восьмом году. Батвеник СССР, можете не писать. Из-за других страны. А Россия, Эймин Голландия, Батвеник СССР. Тогда, в СССР. А я просто не понял, что с 2006 чемпионата в мире. Позже? Не, после шестой чемпионата в мире. Я просто не понял, когда его правили. Ну, остановились на Батвенике. Батвеник стал в сорок восьмом году чемпионом мира. В 51-м году он выиграл матч у Бронштейна и сохранил свое звание. В 54-м году он выиграл матч у Спуслова и сохранил свое звание. А вот в 57-м году он, наконец, проиграл. Смыслову. Вот. В 57-м году седьмой чемпионом мира стал Василий Смыслов. Тоже СССР. Это седьмой чемпион мира Василий Спуслов. В 1957-м году. Кстати, со второй попыткой. Первая попытка не удалась. Матч закончился ничью. Второй Спуслов выиграл через три года. Но через год состоялся Матч Иванович. И Патвеник вернул себе звание. Так же, как Виктор вернул Матч у Бронштейна, так же Патвеник и Спуслов. И снова стал чемпионом мира Патвеник. Следующим был Матч Иванович Талли. Да, Матч Иванович Великий Шахматист, Евгений Шахмат, Андрикен. Его называют частый кудейский шахмат. Рижский кудейский шахмат. Восьмой чемпионом мира Михаил Талли. А у нас в каком году? А? У нас в каком году? Из Рига Несса. Значит, это был в 60-м году он выиграл матч. В 61-м году он проиграл. Батвеник вернул себе звание в 61-м году. После этого Батвеник сыграл еще с одним шахматистом. И лишился опять звания. А? Батвеник обыграл Талли через год. И вернул себе звание. Значит, снова он вернулся. Но пока у нас все-таки... Талли у нас пока восьмой. А кто же стал девятым чемпионами? Следующий у нас был Тигран Петросян. Тигран Петросян? Тигран Петросян. Тигран Петросян. Тоже СССР. Тоже СССР. Тут много СССР. А СССР еще не дошли до СССР. Тигран Петросян выиграл матч в 63-м году. В 63-м году. СССР У него был уже 1963 год. Ему было 52 года. Но для Шахмата это многовато. И сейчас многовато, и тогда многовато. Шахмата это как спорт, потому что нужно работать с утра до вечера и так далее. И у него сил уже не было. Петросян обыграл Петросян СССР 1963 год. Теперь с Петросян сыграл Борис Спасский. Он и стал чемпионом мира. Причем тоже со второй попытки. Борис Спасский, СССР 1969 год. Причем он сначала в 1966 году. Он где-то стояли без Т. Спас с Киев. Без Т. Спас 2С. Получается, что он стал десятым чемпионом мира. То же СССР. Тоже СССР. Но причем он стал со второй попыткой. Он вышел на Петросян в 1966 году. У него не получилось выиграть матч. Он проиграл. Петросян сыграл свое звание. А в 1969 году он уже уступил в Спаску. И Спаска стал. Какой у нас получился? Десятый чемпион мира. То есть он уже подбирается к концу. Но из Спаски оказался не вечен на шахматном троне. Вы должны знать, потому что вы на Великанте слышали песню Высоцкого. В борьбе за шахматную гарону, как Высоцкий сражался с Фишером. Фишер? Фишер, да. Одиннадцатый чемпион мира. Вобби Фишер. США. Девятый был Петросян. Десятый – Спасский. Не, Спаска, СССР. А одиннадцатый – Вобби Фишер или Роберт Фишер. Такое полное имя – Роберт Фишер. США. Одиннадцатый – чемпион мира. Стал выиграть матч в 1972 году. То есть Спаский задержался на троне три года. Три года. А через три года он проиграл Фишера. Еще через три года Спаска должен был играть с претендентом номер один. Кто стал претендентом номер один? Спаскар. Вот. Вот. Наконец-то брали за Карпу. Вот Карпу должен был играть матч на первой сумме в 1975 году. Но Фишер оказался человеком с большим приветом. У него психические всякие были сложности. И он отказался играть. Он ставил миллион разных требований. Вот это надо, это надо, это надо. И там, по-моему, 84 требования были. Вот 83 требования его согласились на эти требования, а 84-е отказались. Какого? Я не понял, какой имя. Он хотел, чтобы его противник выиграл у него с перевесом в два очка. Не в очка, а в два очка. То есть обычно был матч, надо просто выиграть. Когда заданное количество партий, 24, нужно выиграть два очка. И он захотелось, чтобы еще при этом был матч-риванш. И так далее. Вообще он требовал всякие для себя поблажки. На это не пошли. Хотя он и играл сильнее всех в мире в этот момент. Но... Такая основная гипотеза была, что он боялся проиграть. Что он такой был великий, что он думал, а вдруг я хотя бы одну партию проиграл. Но у него что-то помутило в голове, наверное, что можно проиграть. Ничего в прошлом этом нет. Короче говоря, все. Фишер отказался играть. И 11-м чемпионом мира стал Анатолий Кап. Каспаров стал чемпионом мира в 75-м году, когда Фишер отказался. Кап. Кап стал чемпионом мира в 75-м году, когда Фишер отказался играть. После этого он, правда, сумел доказать, что он действительно заслуживает чемпиона мира. Он обыграл всех подряд. Например, Фишера, который вообще перестал играть в шахматы. И в 78-м году состоялся матч с Карточным. И Карточным выиграл в 78-м году. Матч был какой-то политически очень напряженный. Не знаю, слышали вы или нет. Но Карточной к тому времени убежал из Советского... А? В политическом отношении был напряженный. Потому что Карточной против был Советский Союз. Стал, как такой термин был, не возвращаться. И поэтому все, конечно, в СССР болели за то, что Карточ выиграл. Но и он действительно выиграл. И в 78-м году, значит, что он стал второй раз чемпионом мира. В 81-м году... В 78-м году Карточный выиграл матч в Бардио. А в 81-м году он выиграл, опять же, у Карточного, но уже у Мирана в Испании. А Каспаров как надо было? А, и вот как раз... Как раз теперь появился уже... Не на свет я еще появился, а появился как... Было ясно, что следующий матч будет Карточный с Каспаровым. Каспаров уже приблизился. И в 84-м году состоялся их первый матч. Но в 84-м году вы не знаете... Наверное, вы историю пока плохо знаете. Но этот матч не закончился. Он проводился по такой хитрой системе, без определенного количества партий. То есть, надо было выиграть 6 партий. Кто выиграл 6 партий, тот остается чемпионом мира. И Капов выиграл 4 партий, потом он проиграл, потом он выиграл 5-ю. И все время между ними было... 5-й и 4-й, там было 27 ничьих. И потом ничьи продолжались, продолжались. И Капов никак не мог выиграть 6-ю партию. И тогда... И даже более того, как Каспаров выиграл 3 партий подряд, еще стал уже... Был 5-0, а стал 5-3. Но в это время наши власти, они очень хотели, чтобы Капов не потерял звание чемпиона мира. Он там был такой друг, в некотором смысле, конечно, друг Брежнева, который тогда был главным человеком. И все хотели, чтобы он стал чемпионом мира. И когда поняли, что он может проиграть, матч прервали. И в 85-м году состоялся и снова матч. И вот тогда уже выиграл Каспаров. Таким моментом Каспаров стал чемпионом мира. Каким по счету? 13-й. Гарри Каспаров. СССР. 1985-й год. Он стал на тот момент самый молодой чемпионом мира. Он стал в 63-м году. Значит, в 85-м году ему стало... Ему было 22 года. Тяжелый инсульт был у Спасского, он живет в Париже, но он жив. Значит, из всех чемпионов мира, жив из предыдущего поколения, значит, жив Спасский. А из молодых, значит, вот начиная с Карпова, Фишер тоже умер два года назад. Фишер умер 64 года. Король 64 полей, как про него писали, он умер 64 года. У него все было уже загадочно, и за респект, видите, прожил ему 64 года. А Тарик? Да. Тарик и молодым, да. Он умер вообще 55 лет. А Петросян? А Элья? А Элья? Элья много прожил, 80 лет. Он был долгожительным. Так мы остановились о чем? Что Карпов проиграл… Каспарова. Каспарова в 85-м году. Правильно? Значит, в 85-м году. После этого состоялся матч Реванш. И Каспаров тоже его выиграл. Но Карпов был еще очень серьезно. И он проходил отбор, то есть претендентское соревнование. И снова вышел на Каспарова. И сыграли четвертый матч. И четвертый матч не сумел играть Карпов и выиграть. Ну и Каспаров не сумел выиграть. Но матч закончился еще 12-12. Но все равно звонил Сохраним Каспаров. Он уже два раза не играл. Уже третий раз. Ну да, первый матч не закончился, а после этого он выиграл… Два раз. Два раз. Нет. Один раз выиграл, потом ничья, и потом выиграл. Итого получилось, что из четырех матчей он один и закончил, не завершенный матч. Один ничья – это он выиграл. Два матча он выиграл. Но Карпов опять еще был серьезным. Он был серьезным. И он снова выиграл в третендентах. И снова вышел на Каспарова. Это уже был какой полгод? Это уже был 90-й год. Это уже был их пятый матч. Это, конечно… Батвенинг три матча играл со Смысловом. Как вы знаете. Он играл в 54-м году, когда матч закончился с ничью. В 57-м году, когда выиграл Смыслов. И в 58-м году, когда Батвенинг взял реванш. Три матча. А эти двое… Два Ка, как вы это называли. Карпов и Каспар. Два Ка. Значит, два Ка сыграли пять матчей на первенстве мира. Если считать, что первый матч продолжался 48 партий. А те все матчи продолжались очень упорные. И продолжались по 24 партии. Получается, что где-то они сыграли 144 партии. Я не считаю партии гнева первенства мира. Но они, первенства мира, сыграли 144 партии. Но кончилась эпоха. Карпов все-таки все равно Каспаров последний матч выиграл. И сохранил свое звание. Этот матч был в 90-м году. Мы сказали. Но в этот момент Каспаров по-прежнему чемпионом мира. Он стал 85-м. Пока он все еще чемпион мира. 13-й. В этот момент там произошло раскол в шахматной федерации. Призошло два чемпиона мира. И там была путаница. Мы сейчас на этом остановиться не будем. Это нужно рассказывать там два часа. Не меньше. Но важно, что в следующем матче уже чемпион мира Каспаров сыграл с кем? Ананда. Нет. Еще до Ананда у него был шорт. Он выиграл матч. Но это он не проиграл матч. Поэтому Шорт не стал чемпионом мира. Можно не записывать. Но можете до себя. Все есть в книжке. Если у вас есть эта книжка. Вы можете отсюда идти. Следующий чемпион мира стал шорт. Ой, не чемпион мира. Следующий соперник Каспаров стал шорт. И Каспаров его выиграл. Почему? Очень легко. Очень легко. Очень легко. Начал сохранил свое звание. И в 95-м году он еще один матч выиграл. Он сыграл с Ананду. И выиграл Ананда. Уже не так легко. А все-таки выиграл. Там у них было... Мачка стала очень бурно. Они с первой партией закончили ничью. Потом девятая партия выиграла Ананда. То есть, видите, она даже была впереди. Но тут выиграл... Десятую партию выиграл Каспаров. Очень мощная подготовка. Мы можете на одном из последних занятий посмотрим. Он выиграл. Очень эффектная партия. И она после этого, конечно, расклеилась. И проиграла еще несколько партий. И таким образом борьбы на финише не получилось. И Каспаров снова сохранил свое звание. Значит, это уже прошло десять лет. В 85-м до 95-м. Потом он пять лет не играл в матчи. Там вот это была футадис такая на первости мира. И он вообще ни с кем не играл. И, наконец, состоялся в 2000-м году матч с кем? А Ананда? Нет еще. Владимир Храмник. Он, кстати, был пищеником Бодвинника. Там был такой момент, когда я был примерно в вашем возрасте. Ему было лет... Одиннадцать? Вам одиннадцать, да? Одиннадцать. Одиннадцать. Ему было тринадцать лет. Ему было двенадцать лет. Одиннадцать-двенадцать. Чуть-чуть совсем. И он Бодвинника написал письмо. И, ну, что я хочу там с вами заниматься. И Катьяне привел свою партию. Но, как вы сами понимаете, в отведении таких партий письма получал, если не тысячами, то сотнями. И, конечно, он их выбрасывал, потому что, ну, может быть, и просматривал, но невозможно было все просмотреть. Но он тут просмотрел партию Храмника и сказал, что да, это можно стать крупным шахматистом, пригласил его на свою школу. И он приехал в школу Бодвинника в Москву, посещал ее и был любимым учеником Крама. Крамов тоже был учеником, но это было раньше. И Крамов был учеником, и Каспаров был учеником в какой степени. Но они жили в исторических городах. Ну, Бодвинник Каспаров не столица, но, по крайней мере, он мог вращаться в каких-то шахматных кругах. А Крамов был, в общем, в Толстых, где… Это все равно, что он здесь, например, он прожил, в Фиандосе. Но здесь ни шахматистов, ни партнеров достойных ничего. Ну, вот так Бодвинник был приметен, поэтому письмо пригласил. И Крамов постепенно набирал силы и в 2000 году взял и выиграл Каспарова. Уже был отменен Мащимаш, Мащимаш давно уже не существовал. Причем Крамов не завоевал звание, не завоевал право на игру с Каспаровым. А Каспаров просто… надо было ли ему с кем-то играть, поскольку была такая путаница, непонятно было кому. И он взял и назвал его Крамлика. Ну, Крамлик действительно заслуживал этого, но он не стал претендентом официально. То есть, ни у кого не выиграл своих соперников. Но, тем не менее, он сыграл. И Каспаров, конечно, этого не ожидал. И он проиграл. Не знаю, он играл уже слабее, а может быть нет, но по крайней мере он проиграл. И таким образом, в 14-м чемпионной игры стал Крамлик. Это произошло в 2000 году. Владимир Крамлик в 2000 год, чемпионат мира на 2014. А сейчас он действующий, да? Крамлик действующий. Крамлик действующий. Он и играл, но сейчас отбирался претендентом. А дальше она? А дальше, поскольку путаница продолжалась, то президент Фидея, перед самым оружием, он принял решение нового чемпиона мира объявить, чтобы сыграли, как в 48-м году, помните, вот мы тоже с вами говорили, когда был турнир и подбинил в ответе, чтобы он прошел турнир. В турнире определился чемпионом мира. И в турнире победил Анант. В 2007 году, вернее, в 2007 году, 15-м чемпионом мира стал Анант. Недавно писали, что его турнир. Он проиграл Каспарова еще, да? Нет, проиграл Каспарова, он намного раньше, проиграл Каспарова в 95-м году, а это уже 2007-й, уже прошло 12 лет. Он его загружал, он уже доказал, что он очень сильный. Ему уже 12-й большой срок. Он выиграл турнир на первенстве мира, в котором не играл Кравник. И, естественно, возник вопрос, как это так, чемпионом мира? Челяк стал чемпионом мира, не обыграв своего предшественника, то есть не обыграв Кравника. Поэтому был сыгран матч на первенстве мира, матч Чимаш, как его называли, между Анантом и Кравником. И Анант, это уже был 2008-й год, совсем недавно. И Анант снова выиграл. Вот теперь он стал стопроцентным чемпионом мира. Во-первых, сначала он выиграл турнир, но в турнире не играл Кравник. То есть он еще не доказал, что он сегодня не Кравника. После этого он выиграл еще и у Кравника. Близый конец истории. Но истории, вернее, мы никогда не дойдем до конца, на сегодняшний момент. Значит, Анант выиграл матч от Кравника и стал пятнадцатым чемпионом мира. Потом он выиграл, а потом еще он сыграл два матча. Значит, сыграл матч с Топаловым. Топалов был, там пока была вот эта путаница на Олимпии, все время там было непонятно две системы возникали и так далее. И там где-то в промежутке чемпиона мира, но не настоящего чемпиона мира, а чемпионом мира Фиде, как это называлось, потому что он не выиграл сильнейшего чемпиона мира действующего. Он выиграл какой-то такой дополнительный турнир. Короче говоря, Анант выиграл еще и матч у Топалова в 2010 году. Он сохранил свое звание уже во второй раз. И после этого, это вот буквально два месяца назад, состоялся еще один матч на первой сентябре. Как вы знаете, вот Коля знает о таком году. Это было не просто гвилея? Да. Во время матча? Да. А, ну вот, значит, тоже был. Там был стенд стеклянный, там сидели они. Самый интересный момент в таком красном был, как красный. Да. А ты почему-то в зал так на там очень стоял, а ты там торопились, ты не зашел. Ну ты на экране видел. Выиграл матч, хотя матч была очень напряженная, вы видели. Да. Но матч получился не совсем ничья. В основное время ничья. 19 партий они сыграли. 6 партий, 10 партий закончили ничью. Первая выиграл Герфут. Одну партию выиграл Герфут. Да, одну партию выиграл Анант. Ну партии были довольно скучные, надо сказать. Интересные для зрелищного отношения. Они были, мы с вами в одном же говорили вам вчера, что они были так страшно готовы на дебюте, что они выходили из дебюта. И если не получали большого грелеса, а большого грелеса не было, то они не хотели бороться и соглашались за ничью. И поэтому получили 10 бескровных вещей. И две результаты, они поменялись. А, я помню, что у Ананда там оставалось 10 секунд. И они там предложили еще где-то, наверное, был шок для меня. Это... Там его перереж должен был быть, да? Это, да, возможно... Да, но там есть улучшение, там ничего такого страшного не было. Соответственно, правильно заметил, что там немного у Ананда перекручивало время на одну секунду назад. Кто переключил? Я там видел, это не 60 секунд было, а 61. Так, я видел. Нет, там просто играли все человеческими часами, там после каждого года добавлялось, как говорили, 4 секунды определенно, может, и перекрутил. А, понятно. Вот. Но таким образом они сыграли 6-6, состоялся тайм-брейк. Тайм-брейк. То есть такой матч уже в короткие шахматы. Они сыграли 4 партии. Партии были ужасные, они допускали массу ошибок, такие же, наверное, ошибки, как вы допускаете, когда играете в легкие партии. То есть зевают друг другу. В общем, могут выиграться гельфы все партии. Ну, не все, но почти все. Что-то могут... Вообще-то, конечно, жуткая была борьба, и, конечно, когда мало времени, это не настоящие шахматы. Это напоминает, знаете, как фонтбол. Там, когда играют, играют лечи, и потом играют в миску по пенальти. Вот, наверное, так же это как бы по пенальти. Выхода нет. Какая-то должна быть система. И, значит, они играли из 4 партии быстрые шахматы. Победил Гиши Ананд и стал снова чемпионом мира. Сохранился в университете. Таким образом, 5 лет он чемпионом мира с 2007-го в 2019. А? Откуда? Индия. Значит, 15 чемпионов мира. Ананд. Индия. Индия. Но... В серьезных нечих я напоминаю, это где-то тоже пишут. Вишванатан. Но его имя. А его все зовут Виши. И так имя уже его пришли, что все называют Вишенант. Так что, для сокращения, чтобы не допоминать дельное имя, многие говорят Вишенант просто. Нет, вообще, это Ананд. Я видела это обсуждение в матче, я вообще не слушал. И там говорили, что, как раз, вот его друзья правильно называют, а он имя. Это вообще-то, ну, фамилия, да? Ананд. Ну, в Ананд имя, Виши, фамилия, там какая-то путаница. Ну, да. Но, в любом случае, если строго говорят, он уже прижил, что она фамилия, а имя будет Вишванатан. Ну, а все никто так к нему не обращается. Там Вишванатан, давайте покажу вариант. Так никто не говорит. Это Виши. Ну, как Александр и Саша, и так далее. Николай, или как Коля. Ну, то есть сокращение. Робин, Бомби. То есть он, Вишанатан. Вот он, какой-то, значит, что надо было сейчас? 15 чемпионеров. Вот. А сейчас будет, теперь будет матч претендентов в Лондоне. Следующей весной будет матч претендентов, и кто-то победит, будет играть Вишанатан. Ну, Гейнфорд, я думаю, что у него нет шансов. Он как-то прорвался один раз, но все-таки уже, ему к тому времени уже будет 45 лет, это для шахмата совсем много, и вряд ли он пройдет. И сейчас, конечно, номер один претендент, вы, наверное, слышали такой, Маргус Карлсен. Карлсен. Это норвежский бандеркид, который выигрывает 6-й турниры подряд, и он мог бы выйти на Ананду, но он отказался играть по отбору. В общем, он решил, что еще не созрел, но на следующий раз у него шансы очень хорошие. Есть еще Ливана Роняк, если сидишь, хватит. Ну, Ананду еще по-прежнему может презентовать, да? Сколько ему? Карлсен. Ему 20 лет всего. Значит, вот, когда будет матч, ему будет 22 года. Ему 21, поэтому исполняется, значит, следующий 22. Значит, надо посмотреть, просто точно месяц, не помню. Может быть, если в январе, значит, ему тогда уже, в этом году уже... Нет, его исполнилось уже 21, он, по-моему, в январе 19-го года. Значит, он... В общем, будет 21, а играть будет 22. То есть он может побить... Надо посмотреть по месяцам, он может побить рекорд Каспарова. Но результат его выше, чем у Каспарова. Каспарова стал выигрывать другим турниром, стал только чемпионом мира. А Каспарова еще не чемпионом мира, но он по рельсу постоит на первом месте, а выигрывает почти все турниры. Он выиграл уже 15 турниров почти подряд. А Монагавр, если для него провал, это второе место. То есть он берет 15 первых вес в игре, и где-то иногда берет вторые. То есть это фантастический результат. Он уже по рейсингу вышел, оторвался от всех остальных, и, значит, в конце следующего года будет репетендентом, и он может стать чемпионом мира. Если выиграет Иван Антон. А она, к счастью, была очень нерешительная, довольно слабая душа. В следующем году у него сил уже не хватит. Ну, посмотрим. Вот. Но вы понимаете, что... Вот я назвал имена 15 чемпионов мира. Как правило, вся история шахмат, даже она строится на чемпионах мира. Говорят там, эпоха Ботвинника, эпоха Суслового, эпоха Карпова, эпоха Каспарова. Все остальные шахматисты, они как-то постепенно сбываются уже, не знаю, только знатоки. И матч на каждом месте мира, это же не просто матч, это не может быть огромной подготовкой, поэтому все научные достижения теории в матче проявляются, и психологические какие-то рекорды бьются, и стратегии, и тактики, и все-все вокруг матча, это всегда какая-то эпоха. Ну, вот есть спинник, уже 12 чемпионов, на спине был, вроде не Словейший, Словейший? Да, ну, можно сказать, он первый, который был. Нет, это очень сложно сказать. Мне кажется, говорил Гаврил Каспаров, он написал так, что все чемпионы мира где-нибудь, и, конечно, если он сегодня сыграл, в сцене сыграл бы бай с любым, ну, не с любым, с каким-то последователем, то, конечно, он бы легко проиграл матч, если бы просто сыграл, и сыграл всегда унисего. Потому что теория сильная раздела шахматная, теория дебюта, но, естественно, чемпионы мира, надо еще в состоянии позаниматься некоторое время, разобрать теорию, которая получила развитие, и чемпионы мира, может, он не станет, конечно, в сцене, если Ласкаренко попал, так, вряд ли обыграют Каспарова, даже Ананда, потому что настолько продвинута теория вперед, что им нужно много, много лет, чтобы это изучить. В то время он был сильнейший, что можно еще сказать. А если бы он играл сейчас, ну да, но он был слабее, но это же такой эксперимент не поставишь исторический. Но считается, что самые такие, самые сильные чемпионы мира за всю историю, которые показали наивысшие результаты, это считаются Фишер, и, ну, Радоса, 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 и Каспарова. Он, кстати, после того, проиграл матч Крамникова, он выиграл, ну, вот тут нескольких противополитов, с участием того же Крамника, и договорился, что он все равно сильнейший. И он хотел сыграть матч Крамникова, а Крамник все время избегал, находил какие-то отговорки, что у нас не было договоренности, и он был прав, у нас не было договоренности, но это Каспару Максану потребовал, чтобы был матч Крамникова. Но он настолько был уверен в себе, что он не потребовал, и поэтому, проиграв матч, он уже не имел возможности. И всякие придумывали схемы, они все срывались, это уже отдельный рассказ. Но ему не получилось сыграть матч с Крамником снова. И это одна из причин, почему в 2005 году он вообще сказал, что все, я оставляю сейчас, он больше играть не будет, если у меня не получается матч. Крамников он оставлял играть в турнире претендентов, отбираться, но что бы играть в турнире претендентов, если он доказал, что он сильнее всех в мире играет, и так. Вот. Поэтому уже Крамник сошел, да. И Каспаров, и, нет, вернее, Каспаров сошел, и Карпов сошел. Значит, в настоящее время и всех чемпионов мира существуют Коконант, и Крамник, который еще теоретически достаточно молодой, ему 37 лет, еще он может на что-то претендовать. Ну, допустим, Георгин Деонанда в 2002-2003 года, поэтому у Крамника еще есть какой-то запас. Крамник у 37. 37. 37 лет. Но все равно уже через два года будет 39. Ну, по игре он еще сильнее. Во всяком случае, по-прежнему сильнейший российский шахматист. А с Карсоном, вот это я не знаю, с Карсоном у них, я думаю, что уже примерно, ну, а может, примерно равный счет.